всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня мое видео будет о такой теме как ухаживать зимой за растениями ну конечно же нужно сделать поправку все таки какая у вас температура в квартире либо в доме какая освещенность и какая влажность я конечно же добилась а с помощью своего водопадика создать влажность своим растениям то есть добавила света и искусственного побольше и как видите у меня цветы продолжают свести то есть они у меня не уходят в спячку на зиму а я их все-таки поддерживаю и как видите они меня благодаря за это но против закона природы не поешь и конечно же нужно знать несколько правил как ухаживать зимой за домашними растениями о которых мы сейчас с вами и поговорим каждому цветоводу хочется сохранить свои цветы хорошем состоянии зимний период и дождаться весны так вот чтоб не было никаких потерь мои советы во первых самое главное зимний период это полив растение нужно поливать по мере пересыхания грунта буквально наполовину а то и больше смотря какое растение но в принципе все растения я уже говорю что природу в принципе уже не обманешь зима есть зима и растения все равно находятся если на окне окно конечно уже попрохладней и чтобы не застаивалась вода в грунте и не было ни в коем случае даже в поддоне воды то есть если вы полили в поддон вода попала нужно сразу же убрать из поддона воду потому что если в поддоне останется вода окно холодное и растение сразу будет стресс потому что вода уже охладиться мы допустим ее поливаем температуры комнатной или чуть теплее а когда постоит на подоконнике допустим холодное время и она остывает и для растения это стресс конечно же это все сказывается на листве лист на листьях появляются какие-то пятна то есть пожелтение какое-то растение выглядит больным и это все от переувлажнения грунта растения конечно же не любят сквозняки они не любят такой знать холодный воздух так как все растения в принципе которые мы выращиваем с вами в доме они все у нас с южных регионов а то из тропиков также нужно постараться создать освещение дополнительное растениям это тоже очень важно чтобы растение не так сильно вытягивали за зимний период и не теряли свой внешний вид от освещения тоже очень много зависит так как солнце сейчас катастрофически не хватает вот допустим я по своему региону могу сказать у нас уже я не помню когда солнце было честно говоря даже если оно где-то и есть солнце то вот к нам в окна оно точно не попадает и тем более пасмурно стоит даже днем горит свет в доме а что говорить о растениях когда самим света не хватает и конечно же нужно досвечивать растение меня часто в комментариях спрашивают в каком режиме у меня работает подсветка для растений подсветка у меня работает только дневное и вечернее время сутра то есть на ночь я это все выключаю то есть растения ночью тоже должны отдыхать они не должны постоянно быть на свету в общем вернусь еще раз к поливу потому что это наверное самый главный фактор полив зимний период сокращает следующий немаловажный фактор это увлажнение так как зимой включается топительный сезон батареи это все сушит воздух очень сильно и конечно своим растюхом тоже хочется создать хотя бы их не какой-то микроклимат и не сильно такое влажное да чтобы было помещение но что-то хотя бы то есть это можно использовать бытовые увлажнители можно допустим какое-то влажное полотенчика на батарею положить то есть я в квартире когда жила я так тоже делала то есть прикрывала немного полотенца но не обязательно важно она хотя бы перекрыть чтобы не так сушила хотя от этого важность конечно не увеличивается а если что-то влажное ложить но это тоже найти не выход наверное потому что постоянно приходится это все смачивать то есть что делаем увлажнитель бытовой это наверное самый такой вариант хороший или создать своими руками вот такой водопадик и еще конечно можно опрыскивать растение но только в меру все и сильно с этим тоже нельзя переборщать и еще конечно про удобрение разве не период наши растения все равно более такие знаете уходят в покой то удобрять их не нужно если вы видите что ваше растение отдыхает то есть удобрение нужно вообще убрать а если как у меня допустим бугенбили у меня цветут я конечно их подкармливаю раз в месяц то есть если я летом и весной подкармливаю раз в 14 дней то здесь я подкармливаю раз в месяц не ленитесь и проверяйте грунт у своих растений проверяйте листочки и обязательно смотрите как у них снизу допустим лист выглядит чтобы не напали никакие вредители так как растение ослаблено зимний период на него всегда нападает какой-нибудь вредитель еще хорошо развивается вредитель когда именно сухой воздух низкая влажность и нехватка света если соблюдать эти несложные правила то можно сохранить свое растение в хорошем состоянии до весны и она вас весной и летом порадует отблагодарит своим красивым цветением и своей пышной массой зеленый увидимся в следующем видео субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok